Культпоход выходит при поддержке ООС СЗК «Стэн». На часах 12.05 начинается программа «Культпоход». Сегодня пятница, 9 июня. Мы приветствуем вас, наши дорогие слушатели. Ну и ведущие себя друг друга, вернее, тоже приветствуют. Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Сегодня, кстати, отмечается Международный день друзей. По-моему, замечательная дата, хороший повод в конце рабочей недели встретиться со своими друзьями, поговорить о том, о сём. Но у нас здесь тоже, надо сказать, дружеская атмосфера. Сегодня у нас очень интересные гости и тема уникальная для нашего города. В художественное творчество мы сегодня погрузимся и представим наших гостей, конечно. С нами в студии сегодня Анна Шакина, директор Вятского художественного музея имени Воснецовых, кандидат искусствоведения, куратор выставки, которую мы сегодня представляем. Добрый день, Анна Галимовна. Добрый день. Поближе к микрофону. И Михаил Веснин, представитель галереи «Хан Халаев», город Москва. Здравствуйте. Всем привет. Да, добрый день. Ну, будем честны перед нашими слушателями. Мы сегодня надеялись все-таки в нашей студии увидеть и пообщаться непосредственно с художником, но вот так звезды сошлись, вернее, не сошлись. Давайте мы уже назовем, по какому поводу мы сегодня общаемся. Общаемся. Да, мы имеем в виду, но в любом случае эфир должен состояться. Я думаю, что мы сегодня замечательно с вами поговорим. Итак, выставка. Новая. Многие уже слышали про нее, жители города. Кто-то даже побывал вчера. И вот Светлана имеет в виду себя, и она может, конечно же, поделиться своими впечатлениями. Ну, наверное, к Анне Владимировне, да, первые вопросы. Как долго ждали эту выставку? Как так все получилось, что она у нас будет работать? Выставка называется «Новая степь. Возрастное ограничение 6 плюс». И в течение всего лета она в Вятском художественном музее будет работать. В главном здании. Да. На Карла Маркса 70. Расскажите вот такие организационные моменты. Что предшествовало, да, появлению этих работ у нас? Ну, идея организации этой выставки в нашем музее принадлежит Константину Марковичу Гозману. Он был знаком с галереей Ханкалаев, с Михаилом, с Константином. Он познакомился с творчеством Зарикто Доржеева и приехал и сказал, вот есть такая идея, можно сделать выставку. Мы сели, посмотрели наши планы, что-то сдвинули, что-то раздвинули. И он поехал дальше договариваться. Договорился. И мы, ну, так кратко, тезисно, и мы сделали эту выставку. Я думаю, у нас все получилось. Мы ждем всех. Какие впечатления от открытия, от увиденного, от гостей? То, что вчера происходило вечером. Я и Михаил, мне кажется, мы все-таки работали на открытии. Это была наша работа. Мне бы хотелось услышать впечатление гостей, например, Светлана Михайловна. Светлана Михайловна, вы можете поделиться сейчас. Да, я с удовольствием поделюсь, потому что мне очень понравилось. Это было очень стильное открытие. Давно я такого не видела в нашем городе. Во-первых, сама выставка очень красивая, очень яркая, очень интересная, необычная. И было ощущение, что попали в музей современного искусства. То есть все было сделано в концепции такого современного пространства, белое пространство. Играет диджей, выходит художник, очень стильный, интересный, сам по себе, как личность. И мне очень понравился вот этот формат, что вместе с открытием еще идет и создание произведения. Был перформанс, в рамках которого было создано произведение. То есть все увидели не только художника, но и то, как он работает. В общем, открытие, я думаю, что удалось. Это было очень... Медийная зона. Медийная зона, где можно сделать фото, да? Ну вот, да, я сейчас выяснила, что, оказывается, туда я не заглянула. Безоборот. Есть повод прийти еще. Расскажите, что за медийная зона? Вы знаете, в зале стоит огромнейший экран, работают проекторы. И идет фильм нон-стопом. Наверное, около часа фильм рассказывается о жизни, о творчестве, о работе, о манере письма Зарикто Доржиева. И это такой... Ну, во-первых, это... Ну, представляете, я не знаю, сколько диаметр, Миш, вы, наверное, больше... Метров 12. Метров 12. Вот огромный... И идет, стоят пуфики, вы можете прекрасно расположиться, отдохнуть, узнать о художнике, посмотреть, как он работает, вернуться обратно, посмотреть на его произведение. Ну, как бы, то есть вот это вот круговорот зрительских ощущений, он в огромном размере, и вот это как бы одно добавляет другое впечатление. А вообще это первый опыт для Вятского художественного музея, вот именно такой формат? Ну, оборудование, да, оборудование. Мы работали, у нас стоял небольшой телевизор, и мы, соответственно, там могли показывать какие-то фильмы, какие-то интервью с художником. Но то, что вы увидите сейчас, это просто непередаваемо. Я хочу сказать, что это подарок нашему музею, к 650-летию города Кирова, агрохолдинга Доронич. То есть это не просто вот... Это не привезли, увезли, да. Не на этой выставке будет только задействовано, а вообще. Вообще, да. В дальнейшем, когда мы обговаривали, мы говорили о том, что вот выставка закроется, и мы будем работать со своей коллекцией. И это пространство мы должны обыграть в рамках, может быть, того, что у нас в фондах лежит, да, то, что не видит зритель. То есть у нас впереди огромная работа, интересная работа по, может быть, новой подаче нашей коллекции. В общем, такое новое дыхание, да, новый смысл. Да, 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 да. И возможность принимать новые форматы работ. То есть можно теперь работать с мультимедийными художниками, которые могут теперь, да, участвовать в нашем городе. И он ведь тоже сейчас современный. То есть это новая форма работы с нашими зрителями, с нашими посетителями. Да, все-таки клиповое сознание, да. Да, никто не отменял. Михаил, скажите, вот Вятский художественный музей, вы слышали о нем до вот этой встречи, до разговора о планах? Город Киров, Вятский художественный музей. Ну, хочу сознаться, что нет. Я и директор галереи, хозяин, мы иркутяне, заректовал Лонденец. У нас большая страна. Нас разделяет Урал. Да. Очень большие территории, да. Конечно, мы знали про город Киров, но вот это было предложение от Константина Марковича Гозмана. Мы съездили с Константином, посмотрели музеи, были, ну, я даже с трудом подберу слово, впечатлены и обескуражены той коллекцией, которая есть в музее. Она великолепна. То есть вы заблаговременно побывали, да, у нас здесь, чтобы познакомиться? Да, это наша работа. Мы посмотрели, оценили масштабы, потому что у Анны Владимировны великолепный, огромный зал с большим светом, что очень важно для выставления серьезных коллекций. И нам все понравилось, понравился город, и с этого момента началась плотная работа по подготовке к выставке. — Я думаю, настало время все-таки про самого художника рассказать, да, познакомить наших слушателей. Известная электронная энциклопедия, ну, довольно скромно о нем, да, рассказывает Зарикто Доржиев, российский бурятский художник, заслуженный художник Бурятии. И, собственно, все. Вы продолжаете, если можно, основные какие-то вехи. Очень известный современный художник российский. — Да, наверное, я начну, откуда появился художник. Зарикто, выраженец Оландэ, как я сказал, он из семьи художников. Мама и отец известные художники Бурятии. Отец Бальжинима Доржиев, заслуженный художник России и Республики Бурятия. Тоже очень пишет интересные картины в своем неповторимом стиле. — То есть продолжает работать, да, сейчас? — Конечно, отец и сын не похожи друг на друга, у них абсолютно разные работы. В свое время мы сотрудничали со скульптором Дашином Даковым в галерее и участвовали в фильме «Монгол» Сергея Бодрова-старшего в подготовке. И в процессе работы нам потребовался художник, который смог бы сделать эскизы по огромному сценарию этого фильма. И кто-то из знакомых нам подсказал, что вот в Бурятии есть молодой талантливый парень. Мы его пригласили, и «Зарикто» за короткий период времени сделал великолепный набор эскизов к этому фильму, по которым в дальнейшем даже подбор актеров и убранство фильма происходил у Сергея Бодрова. Нам очень понравился, и вот с этой минуты мы стали работать, с этого момента стали работать с «Зарикто». И вот это продолжается на протяжении уже 18 лет. — Но «Зарикто» еще к тому же довольно востребованная личность на международном уровне, да? Как говорится в анонсе к выставке и Россия, Гонконг, Сингапур, США, Япония и так далее. — Да, но здесь, наверное, нужно объяснить слушателям, что мы галерея, которая работает как продюсер, как агент художника. — Ну, просто говоря, вы занимаетесь продвижением просто творческой личности. — Да, мы занимаемся его развитием, да-да-да. И с самого начала «Зарикто» участвовал с помощью нас крупных международных арт-шоу. У него была возможность видеть, что происходит в мире, какие авторы в мире развиваются. Он мог сравнить себя, почувствовать себя, и это давало, конечно, серьезную помощь в его творчестве. Поэтому «Зарикто» за эти годы объездил, ну, наверное, почти весь мир. Мы не были только в Австралии. — Угу. На одном из континентов. Последний континент остался, да? — Да-да-да. Не доехали. — Да, в шестой. Шесть континентов у нас. — Но при этом я вчера услышала на открытии, что для «Зарикто» выставка в Вятском художественном музее — это самая крупная его персональная выставка, да? — Самая крупная — это по числу представленных работ, да? — Да, я так это услышала. — Да, это так и есть. — А сколько всего представлено будет работ? — Да, и что это за работы, да? — За какой период, да, какая тема экспозиции — это уже вопрос, да, куратору выставки, а не Владимировне. — Да, представлено более 80 произведений. Зариктос сказал, что это действительно персональная выставка, его самая большая в нашем городе. Представлены на выставке живописные графические работы и скульптуры. Ну и вот «Медиапространство», которое рассказывает подробно о его творчестве. Темы разные, разрыв в работах тоже достаточно большой, почти 20 лет. То есть 2005-2006 работ есть произведения на выставке, и на выставке можно увидеть, как менялось творчество художника, как менялся его подход, как менялся его стилистика. То есть был период, когда он обращался к произведениям великих художников и делал интерпретацию. В частности, для него очень значима работа Джаконда, бурятская Джаконда, которая вынесена у нас и на приглашение, и на баннер. Она присутствует на выставке, на самой экспозиции. Можно сказать, экспозиция с неё практически начинается. А вот интересно, эта работа, она, собственно, по мотивам создавалась, да, того произведения, о котором мы сказали? Это интерпретация, конечно, интерпретация. То есть там настоящей бурятской модели перед художником не было. Это, я думаю, что собирательный образ. Собирательный образ. Собирательный образ. Вот. Значит, есть темы, появились дети, дети вырастали. И тема детства удивительно представлена на выставке и в творчестве «Зарикто». И потом я хочу сказать о том, что «Зарикто» получил великолепное классическое образование. Он закончил художественную школу, художественное училище и затем Красноярский художественный институт. Плюс папа и мама, которые воспитывали. В общем, он рос в этой среде. Да, да. То есть он в детстве впитал это всё. И его вот эти классические образования и традиции того места, где он вырос. Потому что национальные истоки есть национальные истоки. Я думаю, что Михаил подтвердит. И вот этот удивительный синтез в его творчестве, классического искусства и национальных традиций Бурятии удивительным образом воплотился в его творчестве. И, на мой взгляд, дал ему вот этот индивидуальный язык. Чем он отличается от других художников. А он действительно очень сам по себе яркий, харизматичный человек. Он прекрасно говорит. И он очень глубокий человек. Его интересно слушать. Это думающий художник. И вчера вот у нас были зрители на выставке, посетители. Они сказали, что это художник-философ. У него действительно в каждой работе глубокая мысль. То есть каждая деталь, она для чего-то предназначена. Тема степи, тема красоты. Вот основные мотивы, да, хотелось бы спросить. Да, женского тела. У него, он человек, который не останавливается. Мне кажется, он постоянно идёт вперёд. Он экспериментирует. У него есть работы, где он, например, очень интересное изображение Будды. Правильно, Михаил, да? Когда ткань он... Ткань, да. Мне тоже вчера, я обратила внимание. Вот, как он работает с тканью. То есть это вот вроде бы и живопись, а вроде бы и какой-то объёмный... Да, в картину, я поясню, в картину, да, в картину включена реальная ткань. Да, и вот эта ткань, она так задрапирована, что... То есть это уже на стыке жанров, да? Что создаёт объём, вот, одеждам, а уже всё остальное, фон и голова, как бы, они написаны. Потрогать можно? Нет, это за стеклом. За стеклом. Хорошо, что уточнили, да. Да, это, ну, традиция, так скажем, не совсем новая, да, первым начал Пабло Пикассо приделывать эти куски картона из катерти, да, но здесь это всё сделано настолько изящно и красиво, это очень привлекает внимание, ещё учитывая, что это красный цвет, да, так освещенный. Яркая такая. Да, 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 очень привлекает внимание. Так, о других ещё работах тоже, наиболее таких заметных, необычных. Ну, я хочу сказать, что здесь представлены очень интересные иллюстрации, как я уже сказала, Зарик, то очень многогранный художник, помимо живописных произведений, он ещё великолепный иллюстратор. Вот, иллюстрация одного из главных произведений о Чингисхане сделана им, насколько я знаю, тиража уже не существует, ну, в смысле, всё раскоплено, и вот сейчас Зарик Ток говорил о том, что он переработает, да, иллюстрации, сделает новые иллюстрации, будет новое издание, по крайней мере, вот оно сейчас планируется. Ну, чтобы не повторять то, что уже было, да, наверняка, художник. Ну, понимаете, художник ведь вырос, да, да, да. Он другой уже, да. Ну, вот как раз можно, наверное, у Михаила спросить, какие планы на дальнейшее сотрудничество, да, раз вы занимаетесь его продвижением, так скажем, дальнейшие планы. Я немножечко вначале хотел добавить, что на выставке представлены графические работы, Зарик Ток великолепный график, и Зарик Ток у нас многогранен, он ещё и скульптор. И говоря об уникальных работах, на выставке представлены скульптуры, расписанные, ну, можно сказать, как картины. В России мы не встречали художника, который бы делал подобные скульптуры. Живопись на скульптуре. Да, да. Да, и это нужно видеть, нужно прийти, посмотреть. Это объёмная работа? Это объёмная работа, объёмная скульптуры, да. Да, вот, а планы у нас, планы у нас грандиозные, мы всегда стараемся делать с Зарик Ток что-то крупное, масштабное. За рубежом, например, последняя крупная выставка, к сожалению, из-за пандемии была в 19-м году, это Венеция, Арт Биеннале. Семь месяцев длилась персональная выставка Зарик Ток, для него было арендовано действующее здание Англиканской католической церкви на Гранд Канале. И прошла великолепная выставка, огромное количество туристов со всего мира наслаждались творчеством Зарик Ток, и это был такой очень серьёзный шаг, потому что Венеция — это место притяжения вообще искусства на планете. В ближайшей перспективе мы планируем продолжение туры по музеям нашей страны. — Вообще, где вы уже побывали? Мы, по-моему, об этом не упомянули, да? — Нет. — Из основных выставок Зарик Ток это, конечно, Третьяковская галерея, персональная выставка в 2015 году, это Русский музей в 2010 году, и ряд музеев России, Воронеж, Пенза, Олнуде, Иркутск, Петрозаводск и другие. И сейчас Киров. Следующая выставка пока в планах — это Пермь. И, возможно, Екатеринбург. — Это уже после нас будет, да? — Да, наше следствие. — После Кирова, да. — Возможности одновременно несколько выставок нет. — Нет, это будет этаж. Это будет после нас. — После нас. — Да, мы не видим смысла. Это персональная серьезная выставка с большим количеством работ. Возможно, далее Екатеринбург, Кульяновск, но это пока в планах. — Могу со слушателями поделиться небольшим тем, что еще мы не озвучивали. С крупнейшим продюсерским центром «Красный квадрат» мы ведем работы по анимационному фильму «Зарикто», который полностью будет создан по его сценарию, с его образами. И это будет первый анимационный фильм из России на международном рынке. Такого фантазийного более характера. Что-то близкое к стимпанку. Вот «Зарикто» называет этот стиль «Ваджеропанк». — Ваджеропанк. — Да, Ваджеропанк. — Ну, там, естественно, будет сюжет, да? — Он уже есть. — А, уже есть сюжет. Уже согласованы все эти моменты? — Ну, я могу, как я говорю, немножечко раскрыть тайны. Планируется 13 серий по 18 минут. — А, это сериал даже? — Это достаточно серьезный сериал, да. Возможно, это будет полнометражный фильм, но сейчас это пока обсуждается. — Ну, я понимаю, трудоемкая достаточно такая задача. — Да, и которая займет 2-3 года, как минимум. — Анна Владимировна сказала, что художник-философ, да, с ним приятно общаться, хороший собеседник, но вот все-таки считается, что любая творческая личность, она не без капризов, да, не без каких-то вот таких интересных моментов. Есть они у «Зарикто»? Ну, вот, не знаю, настроение какое-то вот нерабочее, а работать надо. — Может быть, мы спросим, что его вдохновляет, потому что я слышу, что очень много проектов работает в разных жанрах, над разными форматами. Что вдохновляет человека? Потому что для творческой личности нужно черпать откуда-то, да где его источник? — Ну, там есть такой типаж, например, там художник-трудяга, который там вот прям один за одним, один за другим выдает работы. — Может, на природу, может, на родину надо съездить, на природу куда-то, да? — Так как я работаю 18 лет, то я много что могу рассказать про «Зарикто», но я думаю, я дам сначала слово о невладимировании, потому что ее свежее впечатление, ее общение с «Зарикто», оно будет, ну, более ярко. — Так, Анна Владимировна. — Ну, как я услышала от Константина Ханкалаева, характеристику «Зарикто» все-таки он больше знает. Он сказал, что это трудяга человек. — Трудяга все-таки, да? — Все-таки, да. — Да, и он говорит о том, что, ну, и сам «Зарикто» рассказывал, что для него вот мастерская и работа. Он вот туда уходит, он погружается в этот мир, и он творит. То есть для него вот это очень важно. Где он черпает вдохновение, я думаю, что в своей истории в Истоках он много читает, много видит, да, как вот он проехал. Он осознает, что он делает, что он нашел свой собственный стиль. Поэтому он интересен и как художник, на мой взгляд, и как человек, то есть как личность именно. — А вот у меня интересный вопрос, да, Михаил, продюсер вправе подсказывать какие-то вот моменты творцу, да? — Конечно, это наша работа. — Да, как это взаимодействие? Подробнее. — Я, опять же, сначала немножечко добавлю про «Зарикто». У нас он очень талантливый, многогранный человек, и «Зарикто» еще рок-музыкант. — А! — В какой-то момент времени у него даже была дилемма в молодости продолжать быть художником или, может быть, стать музыкантом. Он не оставил эту стезию, у него стоят гитары. В свое время в Америке, в Нью-Йорке он познакомился с Лесом Полом. Это изобретатель электрический. — Одна из самых известных разновидностей электро-гитары. — Да, для него это была мечта, которая совершилась. Он встретился, они общались и так далее. — Ну, говоря «Зарикто», он творческий, многогранен, он талантлив во многих вещах. Вот я только что сказал про мультфильм. Он написал сценарий к этому мультфильму. То есть, получается, что он может еще и быть человеком, который пишет, что не так просто. А как друг мой, как человек, «Зарикто» открытый, искренний. У него отсутствует лицемерие. Он обожает свою семью, у него трое детей. И это пронизано в его творчестве. Это видно в его картинах. — У вас 30 секунд до рекламы, да? — Наша работа как продюсеров, она на самом деле, можно сказать, простая. То есть, мы обязаны делать шаги, которые ведут к результату, к узнаваемости, к пониманию в разных географиях и национальностях творчества нашего художника. Скоро у нас будет рекламная пауза, после которой у нас будет традиционный блок вопросов от наших гостей. Готовьтесь, уважаемые слушатели. 211-101. Напоминаю, номер нашего прямого эфира. Список призов по традиции озвучим через полторы минуты. Так что не переключайтесь. Продолжаем программу «Культ поход». Перед тем, как сейчас Света Дождевых озвучит те призы, которые мы сегодня разыгрываем, я хочу сказать по традиции, что один из вопросов я запускаю в наш телеграм-канал, телеграм-канал нашей радиостанции «Кировград». Заходите туда, подписывайтесь, быстро посмотрите этот вопрос. Там варианты даны. Вопрос сегодня связан с Святским художественным музеем, так что вот прям нажимаю, кликаю на мышку и отправляю этот вопрос. Заходите, а потом звоните по номеру 211-101. Итак, призы. Итак, мы разыгрываем пригласительные на любой фильм и сеанс в кинотеатр «Смена» и «Дружба». Также есть пригласительные билеты в Вятский художественный музей на выставку «Виктор Воснецов.Точка притяжения А. Ограничение 0+. Пригласительные в театр на Спасской на премьеру «Спектакль Буря» 17 июня 18.00. Ограничение 16+. Также есть билеты пригласительные в галерею «Прогресса» на выставку «Столкновение. Ограничение 12+. И целых четыре билета пригласительных в Вятскую филармонию. На путешествие в мир музыки органный зал 20 июня в 11.00. Ограничение 6+. Детский лекторий «Лето безопасности» 23 июня в 11.00. Ограничение 6+. Симфоническое шоу «Легенды рока» 25 июня в 17.00. Ограничение 12+. И концерт солистки Вятской филармонии Ирины Беляевой «Счастье это ты». 28 июня в 19.00. Ограничение 0+. И, конечно, подарки от наших гостей – это пригласительные билеты на новую открывшуюся выставку в Вятском художественном музее. Выставка «Зарикто Доржиева. Новая степь. Ограничение 6+.» У нас уже есть желающие ответить на вопрос, заданный в нашем телеграм-канале. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Людмила. Людмила, приятно. Так, я помню, не первый раз. Вы у нас уже участвуете в розыгрышах. Итак, ну сейчас-то вопрос могу уже озвучить. Вопрос простой. Сколько лет в этом году исполняет Советскому художественному музею? И там три варианта ответа. Ваш выбор? 113. Ну, абсолютно верно. 113 лет в конце года, да, уже в декабре? Да, 18 декабря. Ну и приз, который там у нас в телеграм-канале указан, это билеты в кинотеатр «Смена», так что вы их получаете. Поздравляем. Спасибо большое. Да, не кладите, пожалуйста, трубку, мы вас нашему редактору передадим. Ну а теперь вопросы уже от наших гостей. Анна Владимировна, пожалуйста. Да, первый вопрос. Отсылку к какому художнику вы можете увидеть в работе «Зарикто Доржиева», изображенной на баннере выставки «Новая степь». Мы проговаривали уже это, да? Да. Мы скажем, что там, подскажем, женский, да, персонаж? Женский. Я еще пытался уточнять, а была ли там, да, модель какая-то настоящая. Нет, это исключительно по мотивам этого всемирно известного произведения, да? Да. Ну, продолжая тему о том, что «Зарикто» — это художник-философ, да, я вчера на выставке увидела интерпретации многих художников, да, если человек идет с каким-то багажом определенным, да, за плечами, то он увидит вот эти отсылки, это очень интересно. Ну, пожалуйста, со слушателем общайтесь. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Светлана. Вы Светлана или вы Светлану приветствуете? Да, у меня немного неожиданно. Здравствуйте, Светлана, я Светлана. Вот, вот так понятно. Вот. А слышали ли вы ответ? Ой, вопрос, есть ли у вас ответ? Да, если правильно поняла, потому что дозваниваться побежала. Ну, мне кажется, это да Винчи, Монализа. Да, она же Джаконда, да, абсолютно верно. Какой приз хотите получить? Филармонию, рок-симфония. Рок-симфония. Легенды рока. Ага, это легенды рока 25-го. 25-го июня. Да, 12-плюс возрастное ограничение. Не кладите на, пожалуйста, трубку, наш редактор ждет момента с вами пообщаться. Поздравляем, да. А, кстати, в каком году-то эта вообще работа была создана? О которой мы сейчас говорили, с которой был связан вопрос. Да, бурятская Монализа. Если мне не изменяет память, в 2006-м. Ага, то есть практически 20 лет назад уже, да? Ну, и одна из самых известных, да, видимо, это работа за никто до сих пор. Кто-то пытался ее купить уже? Вы не продаете ее? Она дорога автору. Именно эту работу мы... Ну, она достаточно дорогая. Мы стараемся придержать, потому что мы хотим для себя оставить ее и использовать для крупного аукциона Кристи или Сотби. Ну, это, можно сказать, такая визитная карточка, наверное, художника, да? Ну, или одна из. Одна из, потому что это, ну, понятная каждому на планете, мне кажется, работа. Ну, а вообще, раз уж такую практическую плоскость перевести наш разговор, работы, которые сейчас в Вятском художественном музее представлены, будет ли возможность у заинтересовавшихся кировчан приобрести какую-то работу? Есть такая возможность? Да, мы коммерческая галерея, и с удовольствием будем общаться с людьми, кому это заинтересует. Ну, в общем, так, уточнили на всякий случай. Уточнили на всякий случай, а теперь от вас вопрос, Михаил. Хотелось бы задать такой вопрос. С какой культурной традицией работает художник Зарик Тодоржиев? С какой культурной традицией? Национальной, наверное, да? Или как? А, национальной мы имеем в виду, да? Да, наверное, да. Да, к чему, к чему он близок его творчеству. Ясно. Тоже уже проговаривали, да? Или да, или какие темы встречаются в его творчестве. Ну, вот Анна Владимировна, да, внимание выделяла. 211-101, телефон наш прежний, три минуты. Это у нас для того, чтобы еще пообщаться. И кроме этого вопроса, еще у нас третий вопрос от наших гостей есть. Так что советую вам дозвониться как можно оперативнее к нам сейчас. 211-101. Призов у нас еще много. Да. Вы сами когда, кстати, покидаете Киров? Ну, сегодня вечером. Сегодня уже, да, тоже. Там в процессе выставки будете... Как связь будете поддерживать с Анной Владимировной, да? С современными средствами. С современными. Но все равно же интересно, да, идут ли люди, да, какими впечатлениями делятся и так далее. Постоянно будем спрашивать. Напоминаем, что до 10 сентября, прям все лето, выставка эта будет доступна для жителей и гостей города. Еще раз напоминаем вопрос. В какой традиции работает? С какой традицией? С какой традицией, да. Или какие культурные традиции, национальные, сталкиваются в творчестве Зарикто-Доржиева. Ну, вспоминайте, мы уже говорили, что там и степь, да? Мы подсказываем уже откровенно, да, да, да. Нам звукорежиссер отвечает. Звукорежиссер, да. Если дозвонившийся не будет, придется нашему звукорежиссеру что-нибудь вручить. Мы его сейчас слышим, он уже правильный ответ там проговорил. Есть. Ну вот, есть возможность пообщаться еще с одним слушателем. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья, наша постоянная слушательница. Я в этой великой степи. А тема национальная, культурная, народная, каких народов, каких культур сталкивает? Народов Бурятии. Народов Бурятии. Да, и в целом азиатская, наверное, да, такая тема. Заслуженный художник Бурятии, напоминаю, да, одной из регалий Зарикто-Доржиева. Ну что ж, абсолютно верно. Наталья, что вы выбираете? Что хотите получить? А можно Филармония? Филармония, это уже, видимо, не... Да, тогда передаем, потому что там целых четыре варианта билетов. Да, хорошо, не кладите трубку, наш редактор, да, собственно, вам подскажет, что именно выбрать. Успеваем еще один вопрос задать нам. Полторы минуты, да. Экспозиция выставки «Новая степь» в нашем художественном музее является одной из самых крупных в творческой биографии художника. Назовите примерное количество работ, которые вошли в экспозицию. Тоже мы это проговаривали. Сегодня мы не нагружаем, да, наших слушателей... Подскажем? Да. Меньше... Меньше... Меньше ста? Меньше ста. Меньше ста. Подскажем. Хорошо. Ну не знаю. Давайте подождем еще несколько секунд. Тогда будем на ходу придумывать... Я просто переживаю, что у нас осталось меньше минуты. Ну хорошо, давайте вот прямо сейчас варианты озвучу так со словом «около». Около сорока, около шестидесяти или около восьмидесяти. Вот такие варианты ответа. Хорошие варианты. Да? Есть правильный вариант ответа? Есть правильный. Я запомнил, я запомнил то, о чем мы говорили. Меньше минуты у нас уже остается. Дозвонитесь прямо сейчас 211-101 и выберите приз, тот, который вам больше всего нравится. И книжка у нас есть, и билеты, и билеты в кино в том числе. Но если не получится, уж не получится. Время, время, время. Да, все, давайте быстро примем. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Константин, я так понимаю, да, наш постоянный? Да. Да. 40, 60 или 80? Правильный ответ. 80. 80, все верно, да. Поздравляем вас, Константин. Да, мы из-за неимения времени уже сразу передаем вас нашему редактору. Спасибо, что сегодня пришли. Я думаю, что заинтересовали жителей города, да? Добро пожаловать в Минусский художественный музей. Да, будем рады видеть вас в нашем художественном музее. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok